Итак, всем привет, с вами НТФГ, продолжаем играть в Виктория 3 за Османскую империю. В прошлой серии у нас тут были жесткие войны, мы очень солидно так подостановились из-за этого в экономике, все еще идем вверх, но остановочка была и была неприятная. Более того, я сейчас немножко поанализировал, что происходило, и я понял, что, черт возьми, Австро-Венгрия первая по ВВП. Более того, грамотность у них космическая, 67,5, больше, чем у Франции, я вам скажу. И, ну, это реально жестко, и при этом мы все равно у них забираем территории. Это, конечно, безумие, ну, интересно, что они сделали, что у них так много ВВП, точнее, я бы сказал, что не сделала Франция и Британия, что они не опережают Австро-Венгрию, но, допустим, я думаю, на это, наверное, а, ну, в принципе, такой большой рынок имеет свои плюсы, да. И вот это, а, еще и здесь, короче, да, ВВП у них солидные, благодаря, я так понимаю, такому большому рынку. Тогда все плюс-минус ясно. Вот, в этой серии, думаю, мы будем воевать, наверное, минимально, максимум вот сюда куда-нибудь, да, подзавоевываем. И то вряд ли, потому что России всякие хотят защищать территорию вот это все. Будем колонизировать вот сюда, у нас здесь должны открыться новые территории для колонизации в теории. Я сюда интересы расставил, посмотрим. Может, вот это что-то подзахватим, но и то. Я сказал, ультра-минимально, чтобы не провоцировать лишние войны. Нам нужно сейчас немножко именно экономически поразвиваться, радикалов забросить, их слишком много накопилось за время войн, и лойлистов подсобирать. Ну, в принципе, все как обычно. И параллельно, пускай у нас поднимается дальше грамотность, уровень жизни и просто ВВП. Поехали. Незабавный факт, у нас тут восстала Венгрия, которую мы захватили, но, благо, никто не поддержал. Я все боялся, что Австро-Венгрия поддержит их. Но нет, никто не поддержал, и мы спокойно ее захватываем обратно. Но, блин, это было очень некомфортно, я вам скажу. И приняли мы субсидирование зарплат. Давайте-ка займемся ограниченным детским трудом. Я, в принципе, решил до конца ее принять. Этот закон почему бы нет? Профсоюзы довольны. Меня этот закон сильно душить не будет. Фициальные выплаты хотят, пускай, 10 тысяч, нормально. Сделаем вот так. Конечно, мы хотели бы прям последний левел сразу сделать. Но оборвать человека еще дорого стоит. Давайте пока хотя бы такой вариант, чтобы еще на единичку повысить наше образование. И нам нужно прям много бюрократии, честно говоря. Сейчас мы достроим вот эти угольные шахты. Потому что нам угля очень не хватало в свое время. Да, в принципе, сейчас не хватает. С кучуком нам будет тоже что-то сделать. Ну, правда в том, что мы вот здесь вот его получим, в принципе. Так, хотят перемирия, да. И потом будем строить нереально бюрократию, чтобы все институты заполнить. Потому что институты, блин, хорошие. Кроме социальных выплат. Это они потерпят. Но вот эти два, да и в принципе колонии точно надо. А еще нам, скорее всего, нужно жесть, как много конвоев. Да, так и есть. Так что конвоями мы тоже займемся. И мы начинаем открывать электричество для себя. Будем сейчас этим заниматься. И надо подумать, что нам хотелось бы в первую очередь сделать этим. Вообще было бы приятно вот это сделать, на самом деле. Но я думаю, что нам нужно. Больше электричества так, сделаем сразу сюда инвестиции. Подождем, пока все доисследуется третьего левела. Здесь не так много осталось. И, наверное, потом куда-нибудь вот сюда. Просто я хотел бы... А, нет, давайте в телефоны потом. Чтобы бюрократию просто апнуть уровнем. Появилось у нас вакуумное консервирование. Я это, пожалуй, сделаю. Чтобы ГСМ уже получал спрос. ГСМа в мире хватает. Не особо востребован в мире. Вот он. Поэтому можно спокойно наимпортировать его. Ну и плюс попроизводить. Нам нужно две сотни. Благо у нас ГСМ есть, где строится. Немного реформировали наше правительство. Чуть-чуть больше легитимности. А самое главное, мы туда еще закинули профсоюзы, которые дают плюс шансы к нашему закону. А шансы нашего закона пока что, ну, такие себе. И улучшаем отношения вот с этими странами. Надо все-таки немножко как-то с ботами получше себя чувствовать. Потому что пока что все нас не любят. Ну, оно и не мудрено. Мы столько воюем везде. Ой, тут начинается война между Италией, Испанией и Австро-Венгрией. Ага. Австро-Венгрия-то немножко это... Затроллилась? Я, в принципе, не против. Я только за такой войны. А что там будет за Казбелли? Аннексия Алжира. Австро-Венгрия аннексирует Алжир? Ага. И Испания и Италия решили защитить Алжир. Ну, слушайте, в целом вообще шансы у них есть. Они не такие хорошие. Потому что, очевидно, тут батальонов меньше. Но они есть. Плюс, тем более, в Алжир еще надо высадиться будет как-то Австро-Венгрия. Можно этим воспользоваться, но я не уверен, как. Напасть на Австро-Венгрию я еще раз не хочу. Ни хрена, Алжир отступил. И все. В Австро-Венгрии получилось и Алжир. Это неприятно. Благо, хотя бы здесь колонии у них нету. С этим мы можем как-то смириться. И ура. Мы сделали ограниченный детский труд. Этим я доволен. Можно образование качнуть и нужно срочно это сделать. Но мы качаем себе как раз-таки домики сейчас. С ними мы уже, в принципе, нормально... Сможем все наши законы побустить. Попробуем мы запретить рабство. Не уверен я, что у нас получится. Но хотя бы попробовать можно. Если нет, то получится движение, которое попробует остановить его. И мы его примем. Потому что почему бы нет. Как бы это плюс лоялисты будут. Но шансы у нас есть. Неплохие. Надо пробовать. Это все-таки нас гложет очень сильно. Другой вопрос. Сколько у нас вообще в населении рабов? И... Ну, их нету. А нет, смотрите, есть. У них просто силы нет. Подождите. Есть! Господи! 5.4% рабов. Это много. И они нам реально срут в уровень жизни. Так что срочно надо отменять. О! Ребята начали восстание. Это супер. Потому что тогда они, собственно говоря, аннексируются. И мы получим сразу территорию с каучуком. Которого у нас не хватает на момент. И вот мы почти достроили всю бюрократию, что я хотел. В принципе. Телефоны нам, в самом деле, даже не нужны. Господи, в паровые трубины слишком много инвестировал. Ну, ладно. Еще более-менее. Или нет? Нет, ладно. Все нормально. Но... Можно дождаться еще скидки от... Собственно говоря, промышленников. Сейчас они недовольны чем? Недовольны зарплатами и ограниченным детским трудом. Ну да, ребята. Что поделать? Ну, я думаю, это бюрократия. Но хватит, в принципе, на все законы. Давайте так вот сделаем, чтобы они все докачивались на фул. И как мы докачаем институты, будет у нас, конечно, все очень шикарно. Здесь мы пробиваемся без проблем. Прирост у нас 1,1. Я думаю, как докачаем медицину, будет еще круче все. И уровень жизни прекрасно растет. Как и ВВП. Конечно, здесь ВВП растет тоже солидно. Но у нас все-таки технологии поменьше. Поэтому очевидно, что там он прирастать будет быстрее. Другой вопрос, что по населению мы потихоньку их обгоняем. Плюс мы захватываем что-то здесь вот. А здесь население нормально. Так что все окойдет. Кстати говоря, вот о чем я и говорил. Видите? Мы взяли и исследовали ее, не исследовав. А, она распространилась нам. Прекрасно. Слушайте. Четвертые техи распространяются уже. Это все очень шикарно. Здесь, конечно, распространение идет совсем не туда, куда я хотел бы. Вот сюда хотел бы. Ну ладно. И здесь распространение идет, кстати говоря, очень туда, куда надо. Мы новое сооружение откроем. Можно вот перейти. И нам бы еще инвестиционный фонд открыть. Было бы тоже шикарно. Но не забываем включать новые регионы. Вот это вот я подключил. Сейчас присоединим еще вот это все. Весь стоит тоже включим. И начнем колонизировать подальше. Это, как я и говорил, я не колонизирую, чтобы у нас, в принципе, колонии шли логичным путем вот наших территорий в Африке. И вот она есть. Давайте продолжим колонизацию вот сюда. Запретили мы рабство. Слава богу, господи. Как же мы душились этим рабством. При нас оселение не суперограничено плохими работами. А там нормально так 5% почти что было, да. И нужно думать, что мы хотим дальше. Я доволен, что у нас теперь губеры. Да, все. Нам теперь плевать, что у нас с губерами. Особо других законов они надушить не будут. Нам бы мультикультурализм, честно говоря. И это осуждают улемы, вы представляете. Давайте плать частями. Сначала отчуждение, потом до мультикультурализма. Хотя мы можем сделать вот так, но хотят ли они... Отселяне не захотят, поэтому нам обязательно нужны интеллигенты в правительстве. Так что мы делаем вот так. И продолжаем. Итак, начинаем электричество подключать везде. В изгороде начинаем с них. Сейчас будет минус, но это только потому, что спроса не было. Распоявился сейчас. Электричество у нас будет подниматься. И сразу нужно думать о следующем левеле. Я бы сказал, вот здесь вот можно. Тоже еще достраиваем дополнительно электричество. И вот мы докачали наши университеты. Давайте посмотрим, что у нас по населению. Плюс 1,63. Это уже выглядит прям, я бы сказал, солидно. Здесь 1,29. То есть просто пассивно мы уже по населению перебьем потихоньку Австро-Венгрию. И по грамотности мы их догоняем. Если говоря, скоро у нас по исследованию. Мы в принципе уже почти лимит добили. Надо достроить еще универов. ПВП, конечно, они впереди. И темп роста у них даже, я бы сказал, скорее чуть побольше, чем у нас. Но это все благодаря технологии. Собственно говоря... Ну и плюс у них население, честно говоря, просто даже больше. Конечно, у нас не все занято. Но... А нет, у них, кстати говоря, все занято. Вот нам что еще надо сделать. Занять все население и тихие подкачать. Но мы движемся туда нормальными темпами. Австро-Венгрия наш сильнейший соперник. И в принципе сильнейшая страна. В данный момент в мире. Но эта сильнейшая страна отдала нам 300 этап. А вот есть культурное отчуждение. Чуть-чуть мы улучшили наше состояние с этим. Радикалы под дискрименцией все-таки есть. Вот здесь вот, видите, и нормально. Еще вот политического движения. Хотят они имущественный ценз. Вообще я-то не против. Ну да, вот сюда, видите, они не очень хотят. А до сюда, в принципе, нормально. Что у нас правительство стало? Ой, какое легитимное у нас правительство. Как приятно это видеть. Но что же мы хотим сделать? Я бы хотел права собраний. И слушайте, это оно. Это момент, когда нас за это не убьют. Давайте сюда. Затем мы сможем тайную полицию сменить на гарантию свобод. А это тоже очень жесткий институт. И как бы тут уже потом недалеко будет и до защиты свободы слова. А распространение технологий это то, что нас должно спасать. Поехали. Эксут партии переделались. И, ну, такая себе партия получилась. Но есть вот это, господи. Идеальная партия 90 влияния. 96 влияния. А другой вопрос, что с этой партией я хрен смогу сделать. Это нам нужны селяне, буржуа, интеллигенты, профсоюзы. Ну да, как бы. Селяне, буржуа, интеллигенты, профсоюзы. И они сюда и хотят. То есть это буквально одна партия. Которая нас по размеру убьет. Так что, ну, мы не то чтобы можем что-то сейчас сделать. Если мы еще вот так вот сделаем, то мы реально умрем. Так что, ну, надо вот так вот добивать этот закон. Потом ставить легитимную партию. Слушайте, давайте немножко попробуем все-таки подъесть. Такие вот территории, видите, которые очень ограниченные. Так, и вопрос, это же все их стыдые, да? Да, так и есть. Просто здесь не очень понятно. Но вот это, видимо, непроходимая просто территория. Так что, окей. И попробуем это есть. Надеюсь, вообще, что они сдадутся просто сразу. И нам не нужно будет ждать, пока кто-то, ну, пробует за них зайти. И в целом, пока вроде никто не должен. Так что, мы в теории съедим вот это. Посмотрим, может сюда. Но я бы вообще сюда еще в Эфиопе пошел. Тут тоже много ресурсов. И самое главное, здесь много населения. Я в стране в игре решил поддержать Дарфур. Каждый раз одно и то же. Они что там воюют? Скоро говоря, с кем-то еще? С... Там, с Валем. Вот здесь вот. Удачи им с этим. Короче, что, все просто. Здесь атакуем. Тут просто держимся до белого мира. И все просто. И ситуация вот такая. Примерно на фронте. Здесь мы кое-как пробиваемся. Точнее, здесь мы легко пробиваемся. А вот на севере мы кое-как выдерживаем атаку. Ну, на тоненького. Мне кажется, чуть-чуть и мы... И мы не сможем держаться. Говоря. Там, тем более, я вижу, повышает свои преимущества. Видимо, они что-то докидывают войска периодически. Либо там домобилизуются. Нам просто до белого мира додержаться и будет нормально. Сказал я. И тут мой генерал взял и телепортировался нахуй отсюда. Вот сюда. Господи. Ну, за что? Отлично. Здесь они капитулировали. Осталось со Срэйнгрей разобраться. Я чувствую, что нас потихоньку пробьют, потому что мы восполняемся не так быстро. Я посмотрел. Там у них массовый призыв. И знаете что? На фоне их массового призыва я хочу свой. Профсоюзы улемы поддерживают. У нас потратительная здесь легитимность сейчас. Вот так можем мы сделать. Кстати говоря, давайте так и сделаем. Господи, 4 партии. Это ужас. Ну ладно, нормально. Нам очень нужен этот массовый призыв, чтобы нормально армия восстанавливалась. Были, в принципе, резервы. И... Ладно, хотя бы они не то захватили, за что воюют. Нам нужно как-то вытянуть их на белый мир. И мы делали бы скот сюда, чтобы хоть какие-то территории захватить. Так что я не против того, что они на самом деле Алжир. Таколонизировали, так сказать. Здесь нас уже конкретно предбивают. И... Ну что ж. Успеем мы здесь захватить что-то. И я надеюсь, этого хватит, чтобы выйти на белый мир. Слушайте, неудрено, что нас так валят. Там уже траншейная пехота. И, как вы помните, там осколочная артиллерия. И гонцы. Так что... Мы пока что без гонцов, потому что у нас... Во-первых, это вообще атака. Нам бы это не помогло. Но самое главное, у нас еще какого-то чука не так много. У нас нет осколочной артиллерии, у нас нет траншейной пехоты. Они на два критических теха дальше нас. Так что, да. Нас, конечно, пушат по жести. Я сейчас с выстоками что-то пытаюсь придумывать. И, в принципе, у нас есть шансы на белый мир вытянуть. Но это будет тяжко. Фронт начал делиться. Это наша возможность. Давайте срочно делать вот так. И пытаться контратаковать здесь. Плюс я еще делаю выстоку вот сюда. И что-то должны вернуть. Я думаю, на белый мир сможем вытянуть. И вот оно. Белый мир. Ух, это было тяжко. Что я вам скажу. Мы, очевидно, очень отстаем по техам. Мы смогли кое-как приблизиться по промышленности. Но по военным техам все еще мы просто безумно далеко. И как бы, ну... Это отставание становится слишком заметным. Кроме того, у них же еще и флот прокачан. Тоже помните? У них там эти дредноуты, если что. Если кто не помнит. Так что, ну, отставание жесткое. И нужно что-то с этим делать. Крайней мере, я думаю, теперь сфокусируемся точно на армии. Промка у нас, в принципе, на нормальном уровне. В войне у нас экономика все еще держится. Сделаем мы себе массовый призыв. Еще у нас проблема с тем, что у нас людей не хватает с квалификацией офицерской. Несмотря на то, что у нас образование хорошее и грамотность из-за этого высокая. Все равно проблема. Проблема какие-то офицеров здесь не хватает, к сожалению. И здесь примерно такая же ситуация, я так полагаю, да? Да, нам не хватает офицеров именно. Это очень странно выглядит, но, допустим, я думаю, здесь только может время помочь с тем, чтобы у них поднялась грамотность и они могли становиться офицерами. Ну и, конечно же, массовый призыв тоже всегда поможет. Просто тем, что у нас будет много войск. И самое главное, нам нужно просто техи докачать. Кусируемся сейчас. Возьмем хотя бы вот эти два теха. Ну вот мы уже достаточно сюда вложили. Всегда вложим. Всегда вложим, чтобы как вот это доисследовалось. Доследовалось. Или у них броненосцы? Слушайте, нет, у них не дырноут, у них броненосцы. Точно. Дырноута было бы слишком страшно. Доследуется вот это все само. Возьмем эти два теха. Три даже, наверное. Возможно, четыре посмотрим. И будем складываться дальше. Потому что нам очень нужны эти военные техи. Конечно, исследовать весь флот самостоятельно было бы расточительно. А еще я перешел на новые постройки. Стальные рамы. У нас все еще, кстати говоря, инвестиционный фонд огромный. Мне это нравится. И это еще без теха. Что-то вот. На инвестиционные фонды. Которые я хотел бы получить, но у нас распространяется. И вместо этого бесплезный анархизм. Ну, к сожалению, нельзя выбирать, что нам распространяться будет. И восстали у нас челы, которых мы захватили. Это война жесткая со Стро-Венгрией. Из-за того, чтобы захватить вот этих челов. Они еще восстали после этого. Ну, все как обычно, блин. Так, а это что? А это плевать, потому что у нас дискриминации не так что и много сейчас. А тут ЦИН с Британией воюют против Австрии и России. Я не против. Какие-то договорные порты. Я не против, ребята. Гащебай здесь хоть до последнего, так сказать, солдата. Вы оба мои противники. Как и Британия, в принципе, единственное, только ЦИН не противник. Но, ладно, это уже вторично. А нет, Британия бросила ЦИН, так что, судя по всему, ЦИН будет сейчас соло с ними сражаться. А, ну Британия там в гражданской войне находится. Так что, окей. Они еще могут сдаться просто. Нет, подождите, все-таки вернулись. Британцы вернулись их поддерживать. А, нет, Великая ЦИН наступила. Все. Не повезло, не фартануло. Мы приходим к новой стадии дипломатии. Начинаем тут отношениями заниматься со всеми. Снова ухудшаем отношения с субъектами. Надо все-таки их добивать как-то потихоньку. И я понял один урок из этой войны с Австро-Венгрией. Нам нельзя воевать с ни с кем, где есть вариант, что Австро-Венгрия их поддержит. Потому что Россия мы выдержим. А технии такие страшные. Франция. У нас с ними границ нет. Британия вообще не боимся. ЦИН не боимся. То есть, вот что-то такое нам и можно завоевывать. Потому что если мы смотрим куда-нибудь сюда. Здесь есть Австро-Венгрия. Она против нас зайдет. Россия, скорее всего, против нас тоже зайдет. Но, как я сказал, там техи как бы, ну, умеренные. Там, видите, там линейная пехота с мобильной артиллерией. У нас это уже получше все. Они отсоют от нас уже на три теха, как бы, если что. Ну, ладно. Два типа, но как бы... Хотя три, учитывая еще концов, да. Так что Россия мы выдержим. Британия мы выдержим. Не выдержим мы реально Австро-Венгрию, которая просто сейчас слишком сильная. Я подстроил еще универов. Тут сейчас порты подстроим, как я и говорил. Потому что у нас конвоем не хватает. Надо торговля, чтобы полностью работала. Потому что нам очень много товаров нужно покупать. И, возможно, продавать. И в основном мы все-таки импортируем товары какие-то. Плюс-минус, конечно. И давайте продолжим тогда вот сюда захватывать. Потому что у нас есть бесчестье, куда потратить. Нужно воевать. Единственное, я бы на самом деле, конечно, хотел вот сюда куда-то пойти. Да, вот этот регион еще... Меня не будет друшить Австро-Венгрия. А вот этот им интересен. Да, вот здесь вот нет. Давайте тогда заходим в Эфиопию. Россия, Франция в теории могут зайти. Надеюсь, что нет. Кроме того, я надеюсь, что они идут в один момент союзом против меня объединяться. И я смогу их за одну войну объединить. Потому что не будет вариантов пять раз с этим, а только один раз. Задачно будет, чтобы нам один раз не прокнула какая-то великая держава в союзнике. Да, господи. Франция поддерживает, ты играй. Да ты что. Воинственность по отношению к нам. Ну, началось, началось. Ну, Францию опять-таки мы можем в теории вытащить. Там, скорее всего, уже тоже траншейная. Давайте проверим. Да, траншейная, осколочная, гонцы на велосипедах. Но это хотя бы можно выдержать. Здесь вот находится фронт. И мы в теории можем этот фронт порейдить. Я подозреваю вот здесь, если мы будем рейдить. В теории вот так вот должно идти. Ну и на всякий случай давайте вот сюда тоже подокидываем. Что ж, в следующей серии у нас, судя по всему, будет война с Францией. Я не хотел, чтобы так было. Я с Францией собирался дружить все это время. Но вот французы от нас отвернулись. Вообще, все яишки отворачиваются от игрока. Это, я не знаю, в этой игре как будто супер преднамеренная тема. Вот. Ну а с вами, ребята, был Дубгайм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорой встречи. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...